Всем привет, дорогие друзья, с вами Катя Джека Плей, и мы с вами продолжаем гать в Sims 4, это династия Абрамсон, и у нас утро, наша Асуна и Юджин завтракают с вчерашним тортиком, который остался с празднования нашего день рождения Юджина, и у нас обновление в небольшое в доме, сейчас я вам всё расскажу и покажу, только знаете, сейчас Асуна у нас доест и пойдёт, наверное, за ребёнком поухажет, а у нас девочка наша Греточка-то уже всё кричит, орёт. Давайте возьмём, поменяем пелёнки, покормим её с бутылочки и полоскаем, уйди, всё, не кричи, не кричи, сейчас мама придёт, сейчас мама докушает, помоет тарелку и придёт. У нас небольшие обновления в доме, я повесил вот такие вот шторы, потом тут, ну короче, во всех комнатах я повесил шторы, чтобы у нас всё красиво выглядело, также добавил здесь телевизор, наконец-таки я приобрёл, и доделал все комнаты, которые нуждались в доделывании. О, Грет отмечает день рождения, время летит незаметно. Да ладно, я уже переживал то, что не наступит этот день, потому что, по сути, при нормальной продолжительности жизни, должна Гретта повзрослеть через три дня. Как бы один день я просто проиграл, получается, для того, чтобы заработать денег, и получается так то, что я проиграл один день, собрал как можно больше денег, чтобы это всё приобрести. Ну как, ну в основном я тут делал украшения, то есть, посмотрите, тут шкаф добавил, здесь добавил корма для нашего бакстера. Бакстер сделал, конечно же, ему, наконец-таки, автоматическую кормушку, поставил этот мусор крутой, который, нано-бак, теперь у нас будет символионно прибавляться, что очень хорошо. Потому что я читаю ваши комментарии, я читаю то, что вы просите, то, что вы хотите, и, наконец-таки, я всё это приобрёл, чтобы потом больше не было таких комментариев, что есть нано-бак, есть автоматическая кормушка и так далее. О, бакстер опять у нас пьёт из лужи, бакстер, давайте возьмём его, отругаем за то, что он пьёт из лужи, потому что, ну зачем ты пьёшь, отправиться на прогулку, а почему мы не можем его наказать за это? Вот, из питьё, из лужи, всё, и добавил здесь вот таких вот штучек, то есть, которые у нас крутятся. Очень красиво, знаете, так получилось, прям вообще. Когда уже у нас бакстер выучит, что пить из лужи нельзя? Да, 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 только я начал говорить об этом. Бакстер теперь знает, что пить из лужи нельзя. Молодец, бакстер, не прошло и года, господи, что, что это, что, что это было, почему он шлаброй, как бы, управлял, скажем так, это было очень странно. Сегодня у нас Грета вырастет, она станет тоддлером и, аллилуйя, потому что уже будет проще ухаживать за ребёнком. Дал ей поесть, занимаешься с ней, не знаю, там, читаешь ей, помогаешь ей играться и уже будет намного легче, потому что, надеюсь, она капризничать так сильно уже не будет. А то у меня эти капризы, если честно, уже немножко надоели. Вот, что-то у нас с Адам, у нас с Адам, по-моему, всё прекрасно, потому что я, как бы, уже вам говорил то, что я уже ухаживал, хотя что-то тут можно поспособствовать. Давайте поспособствуем росту. Ааа, она слушает, смотрите, она слушает музыку для детей, колыбельный, уй ты, Асуна, она так помешана на детях, прям вообще, прям включила музыку для детей и читает книгу ещё при этом. Ну, пусть она читает. По-моему, она ещё у нас подняла навык, если не ошибаюсь, да, по-моему, рисование, да, у неё пятый навык, не знаю, на каком мы навыке тогда сами остановились, потому что, опять же, я говорю, я рисовал картины, продавал это, чтобы заработать денег на новый дом. И у нас у, получается, нашего Юджина тоже поднялась, по-моему, механика, видите, до четвёртого уровня, потому что он тоже мастерил на всякие тут штуки. То есть, по-моему, он делал, если я не ошибаюсь, грядки, или как она там называется? Ну, короче, корзины, грядки для растений. И огромное спасибо, что вы мне помогли с названием. Я забыл то, что это называется терраса, или же можно, как там ещё говорят, патио. Блин, надо же было мне сказать, это подъезд, просто, вообще, женя могёт, вообще, могёт название. Юджин должен приступить к работе через час. Это плохо, потому что сегодня, как бы, день рождения нашей Гретты, а он отправится на работу. Ну, ладно, и ладно, я думаю, пусть отправится на работу, как-то у нас с работой. У нас всё хорошо, только нужно изучать соперников. Не начато. Ну, можно пока поизучать. Маркус Флекс, он постарел, да ладно, посмотрите, он седой, охренеть. Ну, ты даёшь, Маркус. Давайте поизучаем соперников. Я думаю, что мы успеем это сделать. Хотя, навряд ли, потому что здесь у нас, видите, что с садом творится. Я думаю, что, да, мы не успеем. Тогда потом уже после работы будем этим заниматься. А пока у нас Гретта в хорошем таком настроении, давайте возьмём и, наверное, прогуляемся с нашим Бакстером чуть-чуть. Потому что Бакстер тоже хочет, чтобы с ним гуляли, с ним выходили на прогулку. Давайте сделаем короткая прогулка. Ты чё тут смеёшься, Асуна? Иди с Бакстером немножко погуляй. Бакстер уже, он, бедно, посмотрите, скучает, сидит. Ему хочется ласки, хочется немножечко, чтобы его, не знаю, потискали, что ли. Выключаем музыку, всё. Нас слушалось-то музыки. Мы можем размножать лягушек? Да, мы можем. Хорошо, потому что нам нужны деньги. Так как у нас с деньгами всё очень-очень туго. Так как я потратил очень большие суммы. Я потратил, по-моему, если не ошибаюсь, около 6 тысяч я заработал. Представляете? Просто посвятил серию тому, чтобы мы заработали денег. Так как вы, некоторые просят меня, чтобы я меньше ходил по району, тут это всё собирал. Я посвятил этому серию. Ну как, серию для себя, скажем так. И это всё сделал вне серии. Ты решил у нас прямо в этом, в домашнем пойти гулять? Слушайте, очень странно, потому что она никогда не гуляла в домашнем. А тут такая, типа, в домашнем пошла. Нифига себе, Асуна, ты меня удивляешь с каждым днём? Прям вообще-вообще. И уже надо отправиться на работу. А, насчёт дополнения времена года. Там будет добавлен календарь с праздниками. То есть мы можем теперь отслеживать все праздники в календаре. И это так круто, то что там теперь можно будет отслеживать каждый день рождения. И когда у вас огромная династия, огромное семейство, это просто неотлемливая штука. Вообще неотлемливая часть геймплея. То есть вы можете контролировать каждый праздник, каждое мероприятие, каждое семейное торжество. И этого реально не хватало. Просто разработчики молодцы. И я уже с нетерпением жду этого допа. Хотя у него есть небольшие косяки. Но закроем на это глаза, потому что там будет новый геймплей. И это самое главное. Господи, у нас злая почтальонша. Ты чё? Баба, ты чё? Ну не злись. Сегодня день прекрасный. Смотри, какая у нас погода хорошая. Солнечная, как всегда. Но скоро у нас уже будет всё по-другому. А тем временем Асуна у нас уже прогулялась с Баксером. И решила приготовить у нас макароны с сыром. Потому что у нас в холодильнике просто шаром покати. У нас вообще нету. У нас мышь повесилась. У нас только, видите, тут... Чуть-чуть тортика осталось. И то, три штуки. Три порции и всё. Поэтому пора уже приготовить что-нибудь покушать. Как раз у нас скоро... Ну как скоро? Через пару часов придёт Юджин. Он тоже будет голодный. И нужно будет его порадовать вкусными макаронами с сыром. Ну и сама она должна покушать. Это у неё уже с потребностью очень плохо. Потом она, когда у нас, наверное, покушает, нужно, чтобы она отправилась в туалет. И нужно уделить внимание нашей Грете. Как же без этого? Ну как же без этого? Грета орёт, кричит и ждёт, пока мамаша придёт и успокоит её. Естественно. Давайте покормим. Просто я не хочу её часто кормить из-за того, что она вырастет толстая. Это не есть хорошо. У нас, смотрите, она у нас уже наелась. Давайте мы её кормить сильно не будем. Всё, иди. Хотя она, смотрите, у нас всё доело. Уй, ты умница. И тарелку можно выкинуть. Тарелку можно выкинуть. Мусорник Асуна. Поставь, пожалуйста, её на место. Поставь, пожалуйста. Сейчас развернётся, поставит её и потом пойдёт. Ну, как-как-как. Без этого никак, естественно. Очень удобно то, что в нашем семействе Бакстер считается как за члена семьи. Ну, это логично вообще, по сути. И, ну, за персонажа. Потому что у нас прибавляется по 40 симолеонов. То есть за каждого персонажа. Это классно. Я думал, только это действует на персонажа. Оказывается, и на обычных, как бы, животных тоже это действует. Так, ты где? А, ты у нас в туалете была. У-у-у. Юджину пришла работа в доме. Достигну 4 уровень навыки воспитания. Асуна теперь может наказывать. Было бы за что и кого наказывать. Бакстер, ты чё? Да, Юджина работа теперь, представляешь? То есть, понимаете, Бакстер такой думает. Ах ты, асуна, сломала ты раковину. Как ты могла? Бакстер в шоке с этого. Класс, у него ошейник. Мне очень нравится. Хорошо, что я ему ошейник нацепила. То он как-то странно без ошейника смотрелся. Но он как бы приблудился. Это потом мы со временем. Да, она, походу, голодна у нас. А, нет. Пелёнки нужно ещё поменять ей. Так, поменяй пелёнки ей. По-моему, мы её покормили. О, всё. Отлично. Отлично. Ну, давайте тогда возьмём, покорчим рожицы. И можно, наверное, её повзрослеть. Да, я так понимаю? Потому что, смотрите, у нас уже было оповещение о том, что Грета отмечает день рождения. Время летит незаметно. Давайте повзрослим её. Повзрослеть. Всё. И Грета у нас сейчас будет вырастать. Неужели это случилось? Грета взрослеет. Малыши. Они днями напролёт играют в игрушки, изучают мир вокруг и учатся общаться со взрослыми. Словами, а не плачем. Это идеальный возраст для освоения навыков, которые пригодятся в будущем. Давайте выберем для неё черту характера для малыша. Ангелочек, легкомысленная, неугомонная, очаровашка, прилипчивая, любознательная, независимая и капризная. Мне вот интересно, что бы ей подошло. Давайте, мы всё-таки ей капризную не хочу, а то она будет кричать, орать. Я не хочу этого. Ну и вы нафиг. Давайте, она у нас будет любопытная. Мне кажется, это будет очень классно. Ути, сырти. У нас появилась прекрасная, прекрасная наша Грета выросла. Черноволосая. Ути, Ути, уже всё. Слушай, она красивая. Кто бы и что бы ни говорил, но она выглядит очень красиво. Не знаю, говорили то, что дети у Асуны и у Юджина будут страшненькие. Ну, не знаю, мне нравится. Она очень красивая. Посмотрите, какая милаха. Ути. Лепетать под нос. Усоль беспорядок. Тремать на земле. Давайте у нас мамочка поиграет немножечко с нашей девочкой. Мамашечка, пожалуйста, вернись к девочке. А то она пошла уже за телевизором. Зачем тебе телевизор вообще? У тебя ребёнок вырос. Поднять настроение можно. Давайте обнять с любовью. И можно рассказать забавную историю. Как там у неё с потребностями? У неё пока с потребностями всё хорошо. Можно эту коляску будет продать, но я, наверное, продам её чуть попозже. Хотя, подождите. А можно будет продать коляску отсюда? А, нельзя. Ну ладно. Размножаем лягушек. Продадим лягушку. Получим 125 миллионов. Мы молодцы. У нас уже 428 миллионов. Неплохо. Получи навык общения. Получи навык передвижения. То есть она у нас все навыки будет осваивать. Сколько, кстати, у нас дети там растут при нормальной продолжительности жизни? 7 дней. Я думаю, за 7 дней мы должны хотя бы чуть-чуть повысить ей какие-то навыки. Малыши с навыком воображения могут играть в придуманном мире. Надеюсь, Грета у нас будет играть в придуманном своём воображаемом мире и ей будет хорошо. На самом деле, я бы, наверное, немножечко пирамидкой бы позанимался. Формой почти. А, требуется второй уровень мышления. А, мышление у нас прорезкачивается игрушками. Угу. Нужно будет её потом попозже переодеть. Но это мы сделаем чуть попозже. Уйти, уйти. Аккуратно, аккуратно. Теперь она у нас будет учиться ходить, как всегда. Ой, этого мне не хватало, реально. Я последний раз играл малышами в родителях в своём летсплее. И тут опять у меня малыши. Ну, это Династи. Теперь у нас малышей будет очень много. И зато это очень классно. Вот реально, вот когда есть такая стадия, как малыши. То есть доддлеры. Вот, это прям, не знаю, какой-то интересный геймплей получается. А то, знаете, из младенца в... Сразу ребёнка. Это очень странно было. А сейчас хоть какой-то интерес появляется. Мамаша пошла у нас мультфильмы смотреть. Она, походу, хочет ещё одного ребёнка. Я смотрю. Но мы чуть попозже запланируем ещё одного ребёнка. Чуть-чуть попозже. Будет, будет ещё. Я вам обещаю. Ещё один ребёнок. Но пока, пока мне хватит детей. Но она очень странно как-то... Асу на себя сегодня ведёт. Она смотрит телепередачи детские. Она слушает колыбельную музыку. Это как-то странно. И у нас задание, смотрите. У нас задание прочитать ребёнку в течение двух часов. И общаться с ребёнком 10 раз. У нас уже 4 раза сделано. Давайте мы сразу выполним. Давайте мы прочитаем что-нибудь о ребёнку. Это, по-моему, нужно открыть. И потом там выбрать книгу и читать ребёнку. Вот тут, да? Да, читать книгу Марс. Вот, читать Гретта. Давайте мы пойдём и почитаем книжечку Гретти. Всё-таки нам нужно выполнять это действие. А ты у нас... Давай, послушаешь мамашу свою. Мамашу иди послушай. А чё ты пошла? А Гретта? А, вот, Гретта сейчас сама придёт к маме. Всё, пойдёт. Аккуратно, аккуратно. Всё, побежала, 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 побежала. Так, не падай, не падай. Только не носом, пожалуйста. Сейчас бы ещё носом об дверной косяк ребёнку удариться. Было бы вообще прекрасно. Юджин приносит домой 357 миллионов. Юджин, ты у нас голодный? Нет, Юджин у нас не голодный, как ни странно. Давайте возьмём мы премиум ванну. Бакстер, как всегда, с нами, смотрите, лежит. Он от нас никуда не уходит. Теперь у нас Бакстер тоже будет слушать сказки. А, Суна, теперь у нас не только наши Гретти будут читать, но и нашему Бакстеру. Всё, так быстро почитала сказку? А, нет, ещё читает. А то нам нужно 2 часа. Я думаю, что мы сегодня выполним это и пообщаемся. Надеюсь на это. А у нас Юджин пока принимает ванну и нужно будет, чтобы у нас он починил раковину. Ой, я заменил раковину. Блин, надо было её починить. Ну ладно, не суть. Я думаю, не так уж страшно. Давайте ещё что-нибудь прочитаем нашей Гретти. Так, читать Гретта. Я хочу это уже сегодня выполнить. И нужно ещё раз начать лягушек у нашего Юджина. Потому что мы этого ещё с вами не сделали. И продадим. Сколько у нас там уже денег? 800. Неплохо. Хотя могло быть и лучше, но не суть. Нормально. Сейчас сядет у нас она. С нами рядом. И будет слушать сказку. Как же без этого? О, у нас тут в саду появились плоды. Которые можно будет собрать. Давайте мы возьмём. Когда он протрёт пол, соберёт весь урожай. И поухаживает, наверное, за садом, я думаю. Да, потому что это нужно сделать. И нужно поспособствовать росту. Вот. Да. Достигну второй уровень навыки воображения. О! Я уже забыл то, что оказывается, когда наша Асуна читает эти книги. У неё развивается воображение. Один час мы прочитали. Давайте ещё прочитаем. Какую-нибудь другую сказку. Я думаю, что Гретти просто в радость слушает нас. Я думаю, что она немножко потерпит. Послушает отличные сказки. Вот. И нужно будет с ней пообщаться. Как у неё там ещё? У неё, естественная нужда. Но питание у неё пока неплохо. Бодрость тоже пока неплохо. Хотя, знаете, нужно будет сейчас её приучать к горшку. Сейчас, наверное, мы это и сделаем. У нас же есть здесь... Да, вот, приучить к горшку Гретта. Кажется, сейчас надо читать книжку и будет учить её к горшку. А Юджин у нас тут собирает плоды. Чё там, как там у нас? Ааа, так. Питая у нас всего лишь одна. Ну, блин, это плохо. Чё-то как-то очень мало нам даёт. Ну, вообще, в садках, конечно, у нас, ну, такое. Хотя яблоки у нас начали давать уже неплохие плоды. Растение пока не требует ухода. Вроде требовали, а уже не требует. Давай, Юджин, ты у нас там в саду делаешь свои дела. И нужно будет поцеловать нашего Бакстера. А то он как-то вообще загрустил. Обнимем и, наверное, узнаем лучше. И также можно заказать песню. Надо немножко пообщаться с нашей собакой, то мы вообще им внимания не уделяем. Только Асуна и Асуна. Ну, чё там? Выполнила? Нет, не выполнила. Не хочет, посмотрите. Ты чё? Не злись. Почему они на друг друга злятся? Так смешно выглядит прям вообще. Уже восемь, офигеть. Идите. Учи её горшку. Приучай. Чё-то она вообще какая-то капризная. Вообще не хочет, чтобы мы её приучали горшку. Хотя мы всё-таки выбрали, чтобы она у нас была любопытная, а не капризная. О, она типа отвернулась, смотрите. Этот воет. Песню. Тихо-тихо, тушься, тушься. Давай. Получи навык пользования горшком. Но я думаю, она быстро его поднимет. Если мама будет ей помогать. О, 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 о. Любовь, любовь. А мы можем почувствовать любовь? Или нет этого действия? Что? Тактические карточки? Обучать. А-а-а. Она может собаку обучать. О, как раз я посмотрю на действия с Тоддлером и собакой. Потому что я их реально не видел. Так как у меня не было в летсплее Тоддлера. А тут есть. И я могу посмотреть, как она может обучить собаку дидактическим карточкам. Это, конечно, очень странно. Но почему бы и нет. Вот, почувствовать любовь. Почувствуем любовь. И нужно будет его погладить ещё. Вот, всё. Появился у них наконец-таки телевизор. Нормальный. И теперь они от него просто не отстают. Всё смотрят и смотрят. Наслаждаются. Хорошим изображением. И так, нужно... Давайте его искупаем в ванной. Потому что мы давно его не купали в ванной. Я не помню, когда мы его последний раз купали. Что как долго ты? Ну чё там? Асуна уже устала. Ну чё ты там? Сходила она в туалет или нет? Она не может сходить в туалет. Да ладно, ну ты чё? Давай, учись. Я верю в тебя. У тебя всё получится. И потом нужно было бы пообщаться ещё немножко. И читать ей книжку. Книжку. О! Пошло. Неужели? Неужели? Пошло. А ты чё там? Как у тебя с потребностями? Сходи, наверное, в туалет. Да, и пойдёшь спать. Потому что хочешь уже спать. Хотя я бы на его месте, наверное, бы поел. Давайте он нас, наверное, поест всё-таки. И потом отправится спать. Я думаю, кусочек торта возьмём. И пойдём потом спать. А, ты ещё у нас Бакстера не скупал. Точно. Ну ладно, сейчас Бакстера пусть ещё и скупает. Всё? Сходила? Чё случилось? Что это такое? Плохая помощь с горшком. Это нет. Нет. Не там. В горшок. Ой. Классный модлет. А чё такое? Принять пенную ванну. А, она хочет расслабиться. Ну ничего страшного. Ну бывает, господи. Ну неопытная мама ещё. Ну что поделать? Ничего, ещё научишься. Мартышка, Мотя и Паутинка. Давайте мы прочитаем эту книжку Крэйти. И нужно будет ещё пообщаться. Ооо. Нет, 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 нет. Давайте будем ругать. Можно поругать её за то, что она была в унитазе? Или нет? Что-то действие я не найду это. Ммм, ясно. Папаша. Молодец. Там доча твоя руки пополоскала, и ты такой типа ещё поссал. Молодец. Давайте будем размножать лягушек. Как всегда. Почитаем книгу. И, наверное, немножко ещё пообщаемся. Поднять настроение. Чё там ещё можно? Поговорить про то, как прошёл день. Ладно. Сколько там у нас ещё общения осталось? У нас общения осталось 10. Угу. То есть 2 у нас осталось. Получается, как раз у нас 2 нам хватит действия. Чё ты лаешь? Чё ты лаешь? Чё ты? Чё ты? Чё ты? Тоже сказка нравится. Давайте дадим немножко еды Бакстеру. Я думаю, ему немножко не помешает торта. Можешь кинуть ему кусок? Или нет? Ой, всё. Понятно. Уснул он. И не дождался твоего куска. Ну ты, блин, даёшь, Юджин. Не порадовал собаку. Сейчас ещё 2 действия общения. И всё. И мы выполним с вами эту стадию жизненной цели. Это хорошо. Чё-то грустное. Ммм. Инцидент с горшком. Грета немного промахнулась, пытаясь ходить на горшок. И теперь очень с собой недовольна. Ничего. Скоро у тебя всё получится. И всё будет хорошо. Нужно будет потом, наверное, Грету уложить спать. Потому что уже как бы поздно. О! Смотрите. Помочь ребёнку с домашним заданием 3 раза. Пусть ребёнок получит пятёрку в школе. Пусть ребёнок максимально разовьёт один из навыков. Ага. То есть нам нужно теперь ждать, пока наша Гретта вырастет. По-другому мы никак не выполним эту жизненную цель, к сожалению. Давайте уложить спать Гретта. А то уже пора-пора спать. Юджин у нас уже тоже лёг. И у нас скоро тоже отправится спать наша Асуна. Потому что у нас уже поздно-поздно. Сегодня зато у нас продуктивная серия. Мы с вами выполнили жизненную цель. Почти. Почти выполнили. Только часть. Не грусти. Всё. Отправляйся спать. Можно прочитать на ночь. Давайте прочитаем на ночь ещё и сказку. Я думаю, этого не помешает. Хотя у нас Гретта уже уснула. Ладно. Не помешает. Я думаю. Будем заканчивать на этом серии. Думаю, она вам была интересна. Если так, давайте наберём по этой серии 500 лайков. И следующая серия выйдет намного быстрее. Также не забывайте подписываться на мой канал. Вступать в группу ВКонтакте. А с вами был Ксюжикоплей. Всем огромное спасибо за просмотр. Всего на новых встреч. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...